привет друзья и не другие тоже сегодня речь пойдет о китае точнее о китайской инвазии в европу в частности в испании присутствие китайцев невозможно не заметить национальный институт статистики испании информирует что в стране в 2021 году проживала 230 тысяч уроженцев кнр и в основном они работают в сфере предпринимательства в любом городе вы увидите многочисленные китайские магазины кафе и рестораны пошивочные мастерские салоны красоты различного калибра китайский магазин в испании это что-то вроде алиэкспресс откуда посетитель навряд ли уйдет без покупки часто магазины расположены в огромных ангарах и в ассортименте буквально все все чемодан саквояж картины корзины картонки и пластиковые собачонки предметы интерьера мебель подушки все для кухни ванной сада игрушки бытовая химия и даже косметика в общем это даже не тысячи мелочей а миллион всякого разного и часто китайского отвратительного качества несколько лет назад я наблюдала как по соседству открылся небольшой китайский магазин молодая пара с годовалым ребенком целый день проводила в магазине 14 часов 7 дней в неделю ребенок спал ел жил под прилавком подрастая дети начинают помогать родителям а подростки в выходные уже самостоятельно работают в магазинах заменяя родителей сейчас я замечаю что китайцы стали пробивать покупки в кассу наверное их немножко поприжала налоговая прежде просьбу дать чек они воспринимали буквально как личное оскорбление а многие китайцы уже накопили такой буржуазный жирок и нанимают на работу в зале испанцев оставляя себе расчеты с клиентами денежки денежки в крупных городах образуются чайна-тауны в один из таких я случайно сбрала в валенсии рядом железнодорожным вокзалом попадаешь в китай все вывески на китайском все вокруг китайские снуют китайцы китайцы живут тихо обособленно работают богатеют пытаются дать детям наилучшее образование а на пенсию многие уезжают в китай считая что там им будет лучше прав особенно не качают тайская молодежь не устраивает беспорядков но если выгода испании от китайской экспансии есть анекдот слушай моник как ты думаешь китайцы миролюбивая нация я тебя умоляю о чем ты говоришь ты только дай им винтовку глаз уже прищурен вот так вот больших инвестиций незаметно самое большое вложение это аренда помещения ну может быть они налоги платят большой вопрос почти четверть китайцев это предприниматели я посмотрела статистику и к моему удивлению оказалось что китайцы являются второй самой большой группой после марокканцев обращающиеся за социальной помощью вот так трудолюбивые китайцы они трудолюбивые если видят стимул а если так сяк то дураков и среди китайцев нема хотя с другой стороны если подумать торгуешь мимо кассы налоговой показываешь пустые карманы отправишь жену с ребенком социалку за хлебушком либо работает без оформления договоров в швейных цехах которых огромное количество по всей европе и куда нет доступа посторонним расчеты наличными и все что-то крыто денег нет подайте копеечку вон в питере китайских туристов тьма а прибыль от них городу нулевая приемом китайских туристов на территории россии занимается сама китайская сторона и это полностью замкнутый бизнес весь бизнес китайцы мутят среди своих туристов привозят китайские турфирмы а со своим экскурсоводом в питере их встречают китайские перевозчики свои гиды и свои магазины свои рестораны только для своих куда посторонним вход воспрещен расчеты ведут в юанях по китайским картам и денежки напрямую мимо питера отправляются в китай а питер по усам текло а в рот не попало так что если есть возможность копеечку отжать кто китайц непременно это сделает китайцы очень любят деньги в своей жизни настоящий китайец должен сделать три вещи деньги деньги и деньги у них есть даже поговорка с мешком золото и в аду будет хорошо такая нацеленность на прибыль убивает любые моральные препоны и на рынок поступает ядовитые игрушки овощи и фрукты с пестицидами которые запрещены в развитых странах еще 50 лет назад а косметика ведь кто-то же покупает как китайскую косметику в эту фейковую косметику китайцы суют и ртуть и свинец и мышьяк и цианид и даже крысиный помет никто вам точно не скажет из каких ингредиентов состоит эта косметика кроме того неизвестно в каких сараях она производится и в каких санитарных или скорее антисанитарных условиях однако people have it а деньги не пахнут когда китайцы поздравляют друг друга то и желают друг другу прежде всего разбогатеть и лучший подарок это деньги на этой оптимистической ноте я с вами прощаюсь благодарю за внимание и до новых встреч чао